Казахстан безусловный лидер глобального антиядерного движения. Об этом в офисе отделения ООН в Женеве заявили участники международной конференции «Казахстан-ООН. Партнерство во имя мира». Мероприятие приурочено к 30-летию со дня закрытия Семипалатинского испытательного полигона и Международному дню действий против ядерных испытаний. В конференции приняли участие казахстанские и зарубежные политики, эксперты в сфере ядерного разоружения, представители диппредставительств и миссий. Женат Эрнст расскажет больше. С закрытием Семипалатинского ядерного полигона во всем мире стартовал новый этап глобального антиядерного движения. Казахстан сегодня является активным участником всех международных договоров в сфере ядерного разоружения, нераспространения и мирного использования атома. Об этом выступая на международной конференции «Казахстан-ООН. Партнерство во имя мира» в Женеве, заявил директор библиотеки первого президента Казахстана Бахчан Тимирбулат. Казахстан придает большое значение взаимодействию с Организацией Объединенных Наций. Благодаря взаимопониманию и тесному сотрудничеству за эти годы был реализован целый ряд крупных международных инициатив Казахстана. И на сегодняшней конференции эксперты ООН, высоко оценив роль Казахстана в международном антиядерном движении, особо подчеркнули потенциал идей и инициатив Нурсултана Назарбаева для их реализации в будущем. Одной из самых актуальных мирных инициатив первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева является идея о создании безъядерного мира. На протяжении 40 лет на Семипалатинском полигоне проходили ядерные испытания и, конечно, решение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 1991 году закрыть этот полигон, это был акт, в общем, такого политического мужества и политического видения. И впоследствии Казахстан очень последовательно инициировал много инициатив, направленных на ядерное разоружение. Договор о запрещении ядерных испытаний, несмотря на то, что он уже подписан 25 лет назад, он еще не вступил в силу. И, конечно, для нас очень важно продолжать вести активную работу, активную борьбу за действительно превращение нашей планеты в территорию, свободную от ядерного оружия и ядерных испытаний. Решение о закрытии Семипалатинского полигона проложило путь к принятию в 1996 году договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Казахстан подписал его в числе первых. Как отметили эксперты ООН, 29 августа 1991 года стало рубежной точкой для глобального антиядерного движения. 30-е годовщина закрытия Семипалатинского полигона – это важное событие и огромное достижение для глобального мира в его усилиях по ядерному разоружению. Мы очень рады быть в этот момент с Казахстаном и его руководством, учитывая лидерскую позицию вашей страны в договоре о запрещении ядерного оружия. Страны, которая очень сильно пострадала от различных последствий ядерных испытаний. Библиотека первого президента Казахстана выпустила и презентовала на этой конференции книгу «На пути к безъядерному миру. Инициативы Нурсултана Назарбаева». В нее вошли ранее неопубликованные документы из личного архива Ельбазе. Некоторые из них впервые переведены на английский язык и будут теперь храниться и в архиве отделения ООН в Женеве. Жанатерна Жумарт Ахметов, Хабар, 24, Женева, Швейцария.